Современная мода – чистая эклектика. С одной стороны, возвращение женственности, нарядных платьев, ярких оттенков. С другой – чистая игра, в которой можно представить в роли красавицы и в образе чудовища. А можно отказаться от любых противопоставлений, быть одновременно милой девочкой и каким-нибудь космическим пиратом из будущего. Именно поэтому перегруженные деталями, намеренно неряшливые, откровенно странные вещи сочетают с элегантными. Как бы это сказать, сегодня хочется, видимо, усидеть сразу на двух стульях. Огромные джинсовые шаровары с потеками, прорехами, самые отчаянные модницы вполне себе сочетаются с страносыми туфлями и простыми белыми рубашками. В любом случае, сегодня мода не знает полумер. Если рюши, то их пышности позавидовала бы какая-нибудь диснеевская принцесса. Если неровно окрашенная ткань, то настолько, будто на вас просто взяли и вылили ведро краски. А если карманы, то прям всюду. Экологический кризис, вынужденная изоляция в период эпидемии коронавируса. Все это заставило многих обратиться к пересмотру гардероба и разбору старых вещей, кое-чего переделывать. Бренды начинают создавать новые коллекции из остатков старых, а руководительницы шьют чехлы для диванов из старых брюк и рубашек. Ну, казалось бы, в их-то положении. Во многом именно поэтому в современной уличной и подиумной моде появилась масса вещей, ну, как бы составленных из фрагментов других вещей или выполненной в лоскутной технике. Ну, например, джинсы, шитые с половинок разного цвета, еще не видели, а я уже видала, с вышитыми какими-нибудь интересными аппликациями или вставленными клиньями. Иногда они кажутся собранными из массы лоскутков, которые просто пожалели выбросить, ну, потому что в мире и так выбрасывают большое количество всякой ненужной одежды. В то же время распространение поп-психологии, популярность психотерапии, стремление к открытости, демонстрации уязвимости порождает еще один заметный тренд. Можно не стесняться своей неидеальности. Вот поэтому в моде то, что японцы называют вабисаби, то есть красота несовершенства, обаяние искренности. В области костюма это порождает некую наивность. Неаккуратно связаны свитера с детскими узорами, домашнее окрашивание ткани, неровные края, открытые срезы. Поэтому и пэтчворк выглядит преувеличенно неаккуратно. Но в конце концов в мире столько интересного стоит ли тратить время на какие-то там ровные швы. Тренд 20-х годов 21 века. Одежда больше не обязана стройнить. Поэтому джинсы могут состоять из массы горизонтальных полос, а также фрагментов, которые соединены какими-то цепями или булавками. Однако вертикальные разрезы выглядят куда более изысканно. Джинсы с разрезами стильно смотрятся в сочетании с каблуками. А между прочим каблуки тоже возвращаются после долгих лет доминирования кроссовок. Или я скажу параллельно с ними сосуществуют. А также смотрятся неплохо с пиджаками. Ноги, знаете ли, удлиняют. Разрезы могут быть оформленными молниями, а могут быть шнуровкой. За время удаленной работы очень многие полюбили спортивные брюки. Разве не так? Да и в масс-маркете выбор спортивной одежды едва ли не шире, чем и деловой, и повседневный. Многие надевают спортивные костюмы куда-нибудь на учебу или даже, знаете, в офис, где нет какого-то строгого дресс-кода. Неудивительно, а характерная форма штанов с резинкой внизу перекочевала и в джинсовую моду. А еще напряженная политическая, экономическая, экологическая обстановка породила интересный тренд. Вечный праздник, так он, наверное, мог бы называться. Поскольку нарядная яркая одежда своего рода способ почувствовать себя, ну, немного лучше на фоне всего происходящего. Поэтому популярность сегодня приобретают фактуры, которые традиционно характерны для праздничной одежды. Как говорится, шик, блеск, красота, всякие блески, металлик. Простой способ добавить немного новогодней ночи в повседневный наряд. Какое-то металлическое напыление, оно очень эффектно контрастирует с грубой джинсовой тканью. Но, судя по модным показам, самые стильные джинсы нынешнего, 2024 года, это юбка. Лучшая рыба – это колбаса, наверное, из этой же оперы. Длинная, радикально зауженная или очень широкая, со смелым разрезом и с обильным декором, даже иногда слишком. Юбка из денима пережила эпоху забвения. Триумфально возвращается в гардероб с намерением, знаете, изгнать или, по крайней мере, немного потестить из него своих андрогинных собратьев. Иногда мне кажется, что если оценить или назвать одним словом тенденции нынешнего года, это все подряд, совсем подряд. Ну, смотрите, это, наверное, и здорово. Чего у вас там есть в гардеробе, чего не наденете, все в тему.